Какую свою помылку выправил Лукашенко? Что не так с его новым амбитным проектом? И про кого загадали маучать белорусским силовикам? Витаемся, бры! Это наша Нива, и сейчас мы все вам расскажем. Трагикомичный проект Лукашенко и его подначалиных. Вчера он раздавал своим чиновникам на нараде про корыстные выкопни. Время этого Лукашенко потребовал наладить вытворчность базальтового волокна. Это значит организовать у Беларуси с добычу и пероопроцовку базальта. После этого волокна идет, например, на вытворчность арматуры или изоляции. Чиновники сразу же поведомили, что выполняют загадку до 26-го года. Могляд, проект уже готов, працы начинаются уже вось вось. На все про все им требует миллиард долларов. Сюда выходит из добычи базальта и побудовы инфраструктуры для его пероопроцовки. Что, для того, чтобы 60 метров раскопать, надо миллиард долларов? Слушай, но это не только раскопать, то есть построить всю инфраструктуру. Ну, взорвать надо. И обогащение базальта. Надо оно. Ну так копать? Что вы все страдаете? Миллиард долларов? Может, все-таки 800 миллионов? Может быть. Гучит сурьезно и корыстно, коли б не один нюанс, який зауважили журналисты выданья «План-Б». Оказалось, что это базальтовое волокно – вельми дорогий материал, и пресс это корыстается довольно обмежеванным попытом. По самых оптимистичных прогнозах, у весь сусветный рынок базальтового волокна в 27-м годе складе у сего только 500 миллионов долларов. А лукашенковцы, нагадаем, собираются укласть у свою вытворчасть целый миллиард. Коли и как они собираются зарабатывать, как отбить этой инвестиции? Невель не зрозумело. А последним часом, что ни день, то новый указ – это закон. Сегодня Лукашенко подписал документ, который тычется майомасти, причем таким же чином он выправил свои же помылки. Пять месяцев тому был подписан указ про майомасть бизнесменов с недружелюбных до Беларуси и Краин. Их обвязали отдавать беларуским уладам 25% при продаже помешканью и бизнесу. Это был такой показальный отказ Лукашенко на заходные санкции. А лишь нечеканными аквярами стали и сами беларусы. Скандал разгорелся вокруг Кватер ведомого забудовщика Дана Астра, потому что компания замежная, и, соответственно, при продаже Кватер теперь нужно было платить 25% сверху беларусский бюджет. Но кто должен был это делать, люди, те и компании забудовщик, никто не разумел. Теперь же Лукашенковский указ вырешил проблему. При наборе Кватера физической особи этот новый податок платить не нужно. Для замежных бизнесменов же ничего не изменится. Хочешь продать свою фирму, цей будинок, який находится в Беларуси, прощай дозвол у чиновников и плати им четверть суммы. А другой указ Лукашенко нечеканно вырешили засокретить. Говорка про недавно принятый закон об праце держорганов в военный час. Лукашенко подписал его еще четвертого сокровика. Документ регулирует, как будут працовать чиновники, когда раптом что начнется. Но проект Беларусский Гаюн зауважил, что текст указа так и не опубликовали. По закону у Национального реестр правовых актов не подлягают уключению документов, которые смещают держсокреты. Отповедно, тексты таких документов не публикуются. И подобно, это новые правила для чиновников под час войны беларусские улады вырешили на всякий случай засокретить. И еще одно цекавое назирание от проекта Беларусский Гаюн. Подобно, что человекам загадали перестать публично пиарить вагнеровцев. Еще недавно наймит регулярно заявлялищи во всех офицейных медиа, как державных ведомствах, так и пропагандистов. Постоянно публиковалищи виды, где вагнеровцы выучат беларусских солдат. И дошло нового до того, что во внутренних войсках логотип наймитов был размещен по быч злога беларусского спецназа. А намесник министра внутренних справ Крпянков и сам носил шеурон с надписом «Группа Вагнера» и раздавал такие шеуроны своим подначалинам. Але под час великой нарады с силовиками 20 лютого Лукашенко зауважил, что опошним часом вагнеровцев у эфиры стало аж зашмат. Но что меня удивило, это мне вагнеровцы рассказали. Я не проувеличиваю их роль. И всегда министра и других, тут некоторых, которые на экране практически с вагнеровцами каждый день, «Ах, Вагнер, ах, Вагнер!» Молодцы ребята, спасибо рассказали нам об опыте военных действий. А все остальное наши офицеры знают не хуже. Одни и те же академии заканчивали. И вот после этого, как быцем адресала. Пресс-служба Минобороны больше не сдымая правые видосики про вучение начале с наймитами. Милиция так сама. Одразу же возникли и погрузы, что вагнеровцы готовы разгонять протесты в Беларуси. И в уголе про то, что наймиты еще в Беларуси, теперь лишний раз лукашенковцы стараются не сгадывать. Что отбылось, а не сразумело, але эффект зауважный. Маловерогодно, конечно, что наймитов целиком выведут с Беларуси, че, что Лукашенко посварившись ими, альбо на нечто там покрыл девча. Темболь, что ходят чутки, проявший один новый закон, який дозволить вагнеровцам служить по контракте у беларусской армии. А лишь адметно, что Лукашенко, як минимум, даў команду поменьш ими хвалиться. И гэтую команду выканали. Тым часам протягываются проблемы на мяжи Беларуси с краинами Евросоюза. Раз закрытёк пунктов пропуску, черги растуть. Лиг автомобилев ўжо и дзе на тысячи. А гулам проезду чакают каля трох тысяч грузовиков и больш за трысотни легковых машин. И гэта лишь бы протягывая расти. Люди, вымышныя стоять ў гэтых корках, лезть не сутками. Пероход мяжи займая па 10-15 годин. Так само з'явилися виды, як ця первый глядая помежный пероход кузница Брузги на мяжи Польши и Беларуси. Гэта той сами пункт, які ў вочні 21-го года з беларускага буку штурмавалі мігранты. Пашля полякі прынцапова закрылі пероход і вырышылі падрыхтавацца до найгоршага. Як бачым, замец пункту пропуску цяпер бятонныя блоки і супрацитанкавае умоцавані. Так само рыхтуюця і латвійцы. Сьоняшніга дня яны уводзять узмоцненны режим аховы сваёй мяжи з Беларущу. Дікая історія відбылася у Островцы. Там на пажылую жанчыну напав молоды хлопец з ножом. Ахвяра змогла відбіцца, але отримала раненні, і на щастя життю жанчыны нічого не погражає. Хлопца знаішлі і затримали, і оказалася, гэта 19-гадовы м'ясовы жихар. Йон підтлумачив свой дікий учынок наступным чынам. Мауляў посварывча со своєю дзявчиной і праз гэта очув ворожась даўся гожа ночага полу. Тепер на хлопца завелі крыміналку за злосное хулиганство і яму погражає до 10-гадов знявоління. Лукашэнкаўцы не шкадуюць навад сваіх сваяков. Прадпрымальніку з Бешанковичаў, Яугену Шкляреўскому, суд выписаў штраф ў тысячу рублёв за репосты завороненай уладамі інформацій. Оказалася, што мужчина, вядомый у райцентры, як фотограф Витебской епархі, але і не толькі. Яуген – родны брат Андрея Шкляреўскага, які цяпер служыць керавніком Витебской прокуратуры. У беларускіх уладаў новы скандал суседзямі. На гэты раз з Литвою. У беларускай турме памёрся 90-гадовый грамадзянин Литвы, якога затрымалі беларускія памежнікі. У машыні мушчыны знайшлі патроны і завелі на яго крыміналку. Отбывося ўсё ёшчы у конці Снежня, але беларускі улады не давалі затрыманаму сустреца з литовскімі дипломатамі. А днями пасля чарговы спробы беларусы заявіли, што мушчына памёр. Што докладна здарылась і невядома. Офіційных коментароў беларускіх чиновнікав і силавіков пакуль не було. Бліны перамаглі крыжовы шлях. Біларускі улады протягуюць змагацца з масовымі мерапрыємствамі. Цяпер ў Барановичах католікам не дазволіли провядзення гарацкого крыжового шляху. Паводля шматгадовы традицій ў п'ятую нядзелю В'яликага посту, каталіцкі вернікі Барановичів праводзіць агульно-гарацкі крыжовы шлях. Гэта було своєасаблівай візітной кардкай духовной культуры Барановичів. У процесіі сотні верніків ішлі па центральній частці міста, а мушчыны несли на плечах вяликі тяшкі крыж – знак збавчай муки і смерти Христа. Однак сьоліта місцьовыя улады не дали дазвол на провядзення мерапрыємства, яке плановалося на 17-го саковіка. Офіційній інформацій про це нема і причина одмовы так само не названа. Але цю тему обмерковують у парафіальних чатах і розважаюць. Ті не зв'язанае таке рашення з тим, що на той же дзень у райцентрі запланованы масове гулянні з нагоди масленицы. Нічаканная праблема у Калінкавичах. Там місцевых джекароу терроризують козы. Люди скардиця, що уладковують своє двори і дзятячі пляцовки, але усе дарма, бо пошля на їх приходять козы з сусідніх районів і усе знищаюць. Протягується гэта два гады і що робить ніхто не ведая. Падобно, що без милиції справа не обидеться, бо по законі відказаність за шкоду не всі господарі живілу. Але ж гэта треба яшенніек ягу відшукати. У Мінській в області здарылась трагикамішная історія. Коли маршрутка спынілася на припынку, один з пасажіра узняв штаны і показав людям свій... ну, ви самі зразумєлі. Причім, гэта був дорослый шалавек, 42-гадовы мушчына. Але глядачы не оцінили пропонаванне їм відовища і, увы, ніку мушчыну відшукала милиція і завяла кримінальну справу. Тепер яму погрожаю від штрафа і до трьох годів за кратами. Білорусський дизайнер придумав незвичайний буквар. Мужчина переехав у Польщу і зрозумів, що його малій дачці складана, бо доводиться розмовляти на кількіх мовах. Батька вирішив виправити ситуацію і створив власну азбуку для дітей мультилингваў. Яна підходить амарь для усіх. Там єсть не тільки білорусська, польська і англійська мовы, але і арабська, китайська і навод хінди. Замовіць книжку можна на кікстартеры. Каштаваць такі буквар будя каля трыцати єура. Анастаўник англійська і мовы з Мінска стал зоркай садсеток. Йон з дыма і видая, які починаюцца по-розному, але скончуваюцца за усі до однолькова. Вывучэнням правілаў замежнаї мовы. У раптовны заняток англійська і пероутвараюцца і рыбалка, і гульні з собачкам, і візіт на манікюр, і у вугуле усе, що заугодна. Хотел снять видос про времена, але у мене проблема тут с колесом, фиг его знают. Надо поддомкратить, поэтому фиг его знают. Ай, друзі, думали я отстану, да? Опять попались вы, ай-яй-яюшки. Итак, у нас Present Perfect. Я уважаю Антона, потому что мне прошлое видео снесли. Уважаю всех Антонов с этого момента, я уважаю всех Антонов на земле. Основная мысль – Present Perfect. Результат. Вот такие новини сирады. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки альбо дизлайки і выказывайте зауваги у коментарах. І, конечно, читайте нашу Ниву, глядзіте нашу Ниву і любіте Беларусь. Сустренімся завтра. Субтитрувальниця Оля Шор